Уважаемые трейдеры, сегодня у нас 19 июня и мы, как обычно, записываем видео, посвященное текущим событиям недели. Неделя у нас не так богата на новости, но есть о чем поговорить. И мы начнем прямо с понедельника. Данные вышли сегодня только лишь по Китаю. Особой важности не представляют, хотя бы потому, что они не отклонились от предыдущих значений. Прогноза тут, к сожалению, нет. Цены на жилье в Китае и вообще сектор недвижимости в Китае достаточно важен для всех рынков, потому что считают, что там надут пузырь. Так считает рынок. Посмотрим, пока об этом лишь говорят. Уже не первый год и даже не второй. Чем это закончится, неизвестно, но есть такой фактор риска. Это рынок недвижимости Китая и вообще экономика Китая, как предполагается, что определенные пузыри там надуты и дисбалансы уже присутствуют. Буквально сегодня, через несколько минут, через 39 минут, как показывает мне календарь от Admiral Markets, выйдут объемы строительства в еврозоне. Не столь важно, хоть и средняя важность здесь обозначена. Очень много речесил будет на этой неделе. Часть из них относится к представителям ЕЦБ, часть к ФРС. ФРС будет, да, для выступать из ФРС. Штаты разместят векселя. Доходность, наверное, будет в пределах этих ожиданий, потому что, как вы знаете, 14 числа ставку в США повысили. Все это было настолько ожидаемо, что сильного шока или эйфории на рынках не вызвало. Итак, вторник. Особую важность представляют, опять же, выступления членов ФРС. Это будет и Эванс, и Фишер будет выступать, и Розенгрен будет выступать. Все, что нас волнует, все, что нас может заинтересовать в их речах, это сколько повышений ставок будет до конца года, возможно. Пока рынок закладывается в одно, и то не факт. Если эти люди нас раз убедят или убедят в чем-то противоположном, то это может вызвать достаточно бурную реакцию рынков. Но пока рынок считает, что ничего интересного до конца года не будет происходить в плане ставок. Ставка будет повышена всего один раз. Что еще ждет на этой неделе? На среда уже. Давайте на среду перейдем. По Британии я вижу какие-то новости. Комитет по финансовой политике ЦБ Англии заседать будет. 30-летки будет размещать в Германии. Вот такая низкая доходность была в прошлый раз. 1,24%. По штатам ипотечное кредитование индекс 2,8%. Тоже невысокий. Вторичка. Я бы хотел на это обратить внимание. На этой неделе, ну уже на прошлой неделе, вышли данные по вторичному рынку жилья. И они оказались очень разочаровывающими. Очень сильное падение было. С сентября прошлого года, с сентября 2016 года не было таких плохих данных по рынку недвижимости. Первичка имеется в виду. А вот на этой неделе выйдут данные по вторичному рынку. Если и эти данные будут разочаровывать, окажутся намного хуже, скажем, в пределах 5 миллионов с копейками или еще ниже, то это какой-то сигнал для рынков, потому что, видимо, ставки очень сильно давят. Видимо, рынок жилья первым стал чувствовать, так сказать, то, что экономика уже не... Точнее, монетарная политика уже совсем не та. Может быть, какие-то пузыри стали ощущаться. Но мы это еще увидим. На самом деле, из всех рынков сейчас особую, скажем, опасность с точки зрения пузырей представляет... Я вот здесь покажу вам рынок жилья в Канаде. Вот здесь я открыл вам график. Это с Economist. Я вот сохранил скриншот. Вот, видите, 2000-й год, если взять за 100 баллов, да, за базу, за 100, то соотношение цены недвижимости к аренде в Штатах сейчас на уровне, там, 120. То есть на 20% выше, чем тогда. Вот пузырь был в Штатах, полтора достигало, да, соотношение стоимости к аренде. А вот в Канаде уже, ну, достаточно серьезный пузырь надулся. Соотношение стоимости жилья к сдаваемой цене, к цене аренды уже почти в 2,5 раза, ну, больше, чем в 2 раза соотносится. Ну, и Австралия, известный рынок, который уже достаточно сильно взлетел. И Новой Зеландия, и Австралия. Оказывается, в Канаде эта цифра еще более ужасающая. Но это еще не все показатели рынка недвижимости. Не самый, наверное, главный, но какой-то барометр, отражающий состояние рынка жилья. Итак, идем дальше. В общем-то, это достаточно важно. На фоне того, что вышло на прошлой неделе в пятницу, это достаточно важно. Четверг. Ничего интересного, кроме выступлений. Нет, тут даже особых выступлений нет. Есть только запасы нефти. Индекс цен на жилье еще я бы отметил. Понятно, по четвергам заявки на посоль по безработице. Тут тоже особой интриги нет. А вот самое главное, это для тех, кто торгует нефтью, запасы. В прошлый раз они выходили... Где они? Только что же было. Запасы... А, нет, это в среду. Я пропустил. Извините, я пропустил. Сверху выходит запас по газу. В среду выходили запасы по нефти минус 1,6. Но рынок решил на этих данных сильно упасть. Потому что, во-первых, ожидали 2,5 миллиона баррелей. А, во-вторых, после двух недель подряд по 5-6 миллионов роста, снижение на 1,6. И уж тем более в сезон, когда исторически растет потребление нефти, особо не впечатлило рынки. Так что, если в этот раз цифры будут сопоставимы, даже если это будет снижение, то, думаю, медведи добавят жару на рынок. То есть, не смотрите на эти цифры вот так вот линейно. Запасы упали, будем расти. Запасы выросли, будем падать. Вполне возможно, что будет не так логично, как, например, в прошлый раз это было. Хотя нет, в прошлый раз все было логично. Ожидали это 2,5 миллиона, а вышло минус 1,6. Но некоторые смотрят на эти цифры. Если снижение, значит, все, запасы уменьшились, спрос был высокий или предложение было низкое. Если наоборот, значит, надо продавать. Тут нужно быть очень внимателем. Ну и, наконец, пятница. Что я вижу из особо важных данных? Ну, доверие потребителей в еврозоне никого не интересует. Нет, вот пятница. Четверг мы пропустили. Да, да, четверг, ничего особенного нет. Пятница. ЕЦБ, индекс деловой активности, тоже не столь важен. Не об этом сейчас речь в еврозоне идет. И не на эти данные обращает внимание ЕЦБ. Вот выступления пошли. Дадли будет выступать в пятницу. Буллард, Пауэлл. Ну, вот сразу несколько членов ФРС нам покажут свое отношение к текущей ситуации по ставкам. И мы узнаем, что может происходить до конца года. Но не ждите каких-либо интриг. Мне кажется, ФРС сам еще не определился до конца. И у них такое медианное мнение, что будем повышать всего один раз. И где-то в конце года, где-то ближе к концу года. В сентябре будут приняты, надеюсь, поправки, трамповские всякие реформы, налоговые и так далее. И, возможно, уже к 20 сентября ФРС определится после того, как увидит, что предприняли конгрессмены-сенаторы, определится, что делать со ставкой. А пока будет в июле у нас будет, наверное, сохранение. И, может, даже в сентябре будет сохранение ставки. По крайней мере, рынок это видит. Вот именно так. Ну и, наконец, продажи на первичном рынке жилья. Почему-то ожидается рост. Хотя Building Permits и Housing Starts на прошлой неделе показали снижение. Достаточно сильное снижение. Я, как я говорил, с сентября такого не было снижения. Но вот рынки настроены на 600 тысяч. Если и тут будет сильное снижение, то, наверное, это первые звоночки. Ну и, наконец, в пятницу число буровых Baker & Hughes. На этой неделе снова вышки выросли. Количество вышек выросло. То ли 6, то ли 7 штук. Ну, мы уже привыкли к тому, что вышки растут. Да, вот 747 вышек было на этой неделе. Эти цифры напрямую на рынок не влияют. Но, в целом, понимаете, что через несколько недель количество вышек превратится в количество добываемой нефти. Ну и в двух словах переходим на MetaTrader. У нас тут S&P. На прошлой неделе были максимумы. Рынок пока топчется где-то наверху. Не может определиться, идти ли на новые максимумы или показать сильную коррекцию или просто коррекцию. По золоту у нас снижение. Рассосалась вся паника. Индексы на высоте. В общем-то, не вижу причин для роста золота. Двойную вершину хорошо отыграли. Ну и вот самое интересное, нефть. Вот это вот запасы прошлой недели. Мы сильно упали. Восстановиться пока не успели. Мы даже не дошли до уровня. Ну вот я бы 45 не выделял особо. Может быть, вот 45-20. Возможно, если мы будем корректироваться до этого уровня, стоит отсюда присматриваться к продажам. И опять же, лучше дождаться среды, запасов и посмотреть, что происходит. И продать уже или купить после. Но купить я, наверное, не бык, не советчик. Для тех, кто покупает. Все это время, вы знаете, я был медведем. И, собственно, был прав. И нефть довольно, достаточно сильно упала. Но достаточно ли, успокоятся ли медведи этим падением с 52 до 44-50? Вот, конечно, вопрос. И на этот вопрос ответят данные по запасам, данные по буровым. Ну и, наверное, все. И у меня тоже все. Всем хорошей недели. Профитов ставьте. Профиты ставьте. И особенно стоп-лоссы. Будьте осторожны. Не каждая слабая по макроданам неделя будет маловолатильной. Бывает и наоборот. В любом случае, всем желаю прибыли.